Привет, меня зовут Олег Рожков, и я ведущий подкаста «Личная история». «Личная история» — это подкаст для тех, кто боится идти к психологу, но хочет побороть свой дискомфорт. Это возможность получить поддержку и найти в себе силы, чтобы решить сложную жизненную ситуацию. Нам присылают письма, и мы обсуждаем их с психологом Дома молодежи Тамбовской области Григорием Поляковым, который поможет найти решение проблемы не только конкретного слушателя, но и любого, попавшего в схожую ситуацию. Новый век Подкасты Григорий, тема у нас сегодня такая, тоже очень деликатная, любопытная. Это тема сильной женщины. Скользкая местами, возможно, нас кто-то за что-то осудит, но я надеюсь, обойдемся без этого. Да. Поэтому послушаем письмо, и уже, как обычно, с вами будем все по косточкам разбирать. С удовольствием прослушала ваш подкаст про стерву. Многое про меня буду меняться. Но скажите мне ответ на вопрос. Что делать сильным женщинам? В плане, если вас игнорируют мужчины. Мне кажется, я сильная, потому что я лидер. Я яркая и иду вперед. Я не люблю, когда мне помогают. Я не люблю, когда мне помогают, платят за меня или придерживают дверь, чтобы я прошла. Внешность у меня нормальная. Многие мои подружки постарше имеют постоянные отношения. А я нет. У меня длинные ноги, отложенные скулы, большие глаза и все такое. Но в мои 25 у меня не было отношений дольше полугода. И мужчины сами идут первые на разрыв. Что вы посоветуете таким, как я? У нас с вами были уже похожие письма, где была девушка, которая не хочет, чтобы ей открывали дверь. Она не ждет этого, пока рыцарь додумается сам открыть дверь, заплатить за нее в ресторане. Про стерву еще у нас был. Помните с вами выпуск? Да, конечно. Про такую жгучую, знойную женщину. И вот у меня вопрос. Эта женщина, эта девушка, она подходит в этот список или нет? Или это какая-то другая категория? Мне кажется, немножечко другая, потому что это письмо, в отличие от двух предыдущих, оно более позитивное. Здесь нет такой щемящей тоски, как у стервы. И здесь нет таких вот сильных, пугающих вопросов, как у женщины, которая боялась, что за нее заплатят. То есть, все тут поприземленнее? Тут поприземленнее, мне кажется, у автора повыше самооценка, чем у двух предыдущих респондентов. Есть такие намеки. Да, но хотя про стерву, опять же, сейчас я вспоминаю, там самооценка тоже, все, будь здоров. Ну да. Вот скажите, какую вы эту девушку видите? Вот такой дедуктический метод. Да, я эту девушку вижу ростом примерно метр семьдесят пять. Мне кажется, это шатенка с голубыми глазами, умело подкрашенными ресницами. Без этого дурацкого мейкапа, современного, который напоминает страшную аллергию на скулах, одетая в джинсы и белую футболку. А как психологически? Как личность именно? Как личность, мне кажется, она вполне в себе уверена и в то же время открыта обратной связи. Мне кажется, она настроена на то, чтобы себя как-то совершенствовать, потому что она же прислала нам... Да, к самокритике девушка готова, я тоже заметил. Да, она прислала нам письмо. Мне кажется, она в целом по жизни такой позитивный человек и готовый действовать, готовый меняться. Вот знаете, когда я читал это письмо, мне показалось, что вот сейчас в данный момент жизни своя девушка ищет счастье. Как вы считаете, подходит такое определение, моя догадка этому или нет? А вы проницательных, как всегда, Холмс, мне кажется, да, девушка ищет счастье. Ну, возраст 25 лет, пора бы уже быть счастливой. Но вот на ваш взгляд тогда, если всё при ней, как она пишет, всё здорово, то в чём может быть проблема? Мужчины с ней имеют отношение не дольше полугода и сами идут на разрыв. Сами, причём сами. Вот это очень настораживает, когда мужчина сам убегает. Да. Она пишет то, что она сильная женщина и связывает проблемы своих отношений именно с этим. Конечно, было бы здорово, если бы она побольше написала именно про свою психологию, а не про скулы. Почему я и выдал такую ироничную тираду, да? Так. Ну, давайте я расскажу сначала общее, от общего, может быть, мы проберёмся именно к этой девушке. Потому, что, на мой взгляд, это, знаете, такая здесь самка-богомола, которая сам-сам откусывает голову, и они от неё в ужасе просто убегают. А, и спрашивают потом, мужики, вы чего? Да, вы чего, ребята? Я же просто поужинал. Да. Так, ну, давайте, от общего к частному. От общего к частному. Ну, вообще, такой феномен сильная женщина, не просто сама по себе сильная, а вот именно, знаете, так, с больших букв, сильная женщина, это такой феномен, который всегда пугает традиционно ориентированных мужчин. Давайте проясним. Потому, что всё-таки мы, рабы своей очень долгой эволюции, на протяжении многих-многих тысяч лет мужчина был в семье лидером, и в отношениях был лидером, да? Он ухаживал, он первый подходил, делал комплименты, ну, и так далее, тому подобное. Все мы это прекрасно понимаем. И социальная роль мужчины, чтобы там не говорили какие-то непонятные либеральные экстремисты, социальная роль мужчины – это быть сильным. Если же мужчина встречает равного себе по психологической силе, и это женщина, у него происходит в голове короткое замыкание, у него когнитивный диссонанс. Он не совсем понимает, как себя с такой женщиной вести. То есть, ему всё его подсознание древнее, которое несёт в себе опыт в 40 тысяч лет, говорит, что женщину нужно защищать, ей нужно пропускать вперёд, открывать перед ней двери, в ресторане нужно стульчик ей пододвинуть. А тут она сильная, она сама открывает двери, говорит, иди вперёд, Василий, мы есть будем шашлык в этом ресторане, принесите два шашлыка, официант, ну, к примеру. Выпила ещё, да, там, три литра чего-нибудь пенного и так смачно ещё, знаете, рыгнула и косточку выплюнула. Да, и говорит, продолжаем разговор, Василий. Ну, это всё, уже дорогие женщины, девушки, девочки. Не обижайтесь, это всего лишь просто шутка юмореская. Да. Ну, понимаете, у мужчины складывается такое впечатление, что перед ним как бы мужчина находится, да? Но в теле женщины. И обычно две реакции на это происходят. Это первое – уйти, потому что непонятное, знаете, оно странное, оно непонятное, непонятно, как с ним иметь дело. То есть, опекать она себя не даёт. Быть вежливым, галантным она с собой не даёт. Что же мне с ней делать? Ругаться, что ли? Ну, вот как вариант бывает, что такие сильные мужчины, сильные женщины по итальянскому сценарию ругаются всю жизнь, бьют тарелки каждое утро. Но, тем не менее, живут. Но это мало таких. Может быть, таких много в Италии, но в России таких мало достаточно. И в той реакции мужчины на сильную женщину – это попытаться доказать ей, что он более сильный. То есть, он начинает видеть в ней соперника. Соперника. То есть, смотрите, я должен тебя или сломать, или я должен уйти. Я или победю, или я сбегу, ты меня победишь. Мужчин – подсознательно логика именно такая. Я не говорю, что они вот прям так сознательно думают. Нет, конечно. Но это их такое инстинктивное мышление. Быть сильным, вы сказали, мужчине всегда нужно. Но мужчина что, он не имеет права на какую-то слабость? Конечно, имеет. Мужчина имеет право на все чувства, которые испытывает и женщина. И на слабость, и на слезы, и плакать для мужчин нормально. Все это абсолютно так. Я имею в виду, что мужчина в отношении к женщине привык себя чувствовать более сильным. Именно в отношении к женщине. А если же женщина навязчиво демонстрирует мужчине, что она такая же сильная, как он, у него возникает диссонанс когнитивный в голове. Возникает, это факт. А сильно это вот только открывать дверь, пододвинуть стульчик и заплатить в ресторане или что-то еще? Ну, нет, конечно. Это принимать решения, это высказываться, это планировать совместный отдых или планировать работу. Это практически любая социальная активность. Как вы думаете, а может ли вот эта излишняя как раз-таки ее самоуверенность в себе их отпугивать? Не то, что вот просто она сильная, я там могу сама за себя в ресторане заплатить, а именно то, что она себя так позиционирует. Просто я вот такая, я звезда. Да, конечно, может, может. И здесь единственный совет, который можем дать сильным женщинам, будьте, пожалуйста, сильными на работе. Вам это наверняка поможет. Наверняка поможет. Поможет наверняка в карьере, но это навредит в ваших отношениях. Просто меня немного, знаете, покоробило, когда она здесь в письме указала, что вот я такая очень вся красивая и со всех сторон просто безупречная, а вот мои подруги, которые пострашнее, вот у них-то отношения почему-то получше да подольше, а у меня там полгода, по-моему, максимум, да, и они все убегают. Вот не кажется ли вам, что это как-то слишком прям... Завышенная самооценка вы имеете? Я вот об этом, да, к этому и веду, то, что, возможно, она как раз-таки мужчин, для мужчин себя, знаете, так преподносит, что они даже не разбираются, сильно она или не сильно, они просто глядят, что у нее такое ЧСВ, которое все просто затмевает, и здесь-то уже ловить, наверное, нечего. Хороший вариант, Холмс, да, и мне так кажется, потому что цитата «Многие мои подружки пострашнее меня имеют постоянные отношения, а я нет». А, как мы всегда говорим, практика – это единственный критерий истины. Нужно смотреть не на то, что ты думаешь, а на то, что ты получаешь в результате. Если в результате ни один мужчина с тобой больше полугода не хочет общаться, то, значит, ты его чем-то отталкиваешь. И тем, что ты сильная, или тем, что у тебя высокое ЧСВ. Да, а вот как тогда быть в этой ситуации девушки нашей, которая пишет? Что и поумерить свой пыл в плане ЧСВ, вот эту свою сильность и вот эту свою мощь, да, немного, знаете, так, скрыть чуть-чуть, чтобы не отпугнуть потенциальных ухажеров, как быть? Ну, два ответа будет. В плане сильности, наверное, все-таки вспомнить, что ты не зена королева воинов. Хотя зена была классная. Хотя зена была классная, да, такая очень. Очень адекватная была в общении с мужчиной, умела флиртовать и так далее. Ну, подумать, что ты не какая-нибудь суперледи с суперспособностями, что ты нормальная, полноценная женщина. И подумать о том, сколько приятного может доставить вам мужчина, который ухаживает за вами. Как это здорово, что вас пропускают вперед, открывают дверь в такси, наливают вам вино. То есть, попробуйте ощутить вот эту вот прелесть от женской слабости. Да, когда вам делать вообще ничего не нужно, получается так? Ну, или частично, частично хотя бы. Расслабьтесь, позвольте мужчине все сделать. Мужчина инстинктивно все это сделает и сделает красиво. Попробуйте понаслаждаться вот этой своей слабостью. Никто у вас не отнимает ваше право принимать решения и быть сильным внутри. Но попробуйте получить удовольствие от того, что сильный мужчина рядом с вами. То есть, игра в поддавки такая? Ну, я бы сказал, игра в женщину. Игра в женщину. Я думаю, сейчас многие нас слушают и скажут, что вот они могут понять в нашей тонкой душе, в нашей женской натуре. Григорий, можем мы что-нибудь с вами понять? Конечно, можем, потому что если я вспомню всех женщин, которые мне исповедовались, начиная с момента рождения или зачатия и до настоящего времени, у меня, наверное, это... А были вот похожие такие замки Богомола? Были действительно такие? Да, были. И вот, может быть, примеры приведем тогда нашей женщине, девушке, чтобы она поняла, чем может все это закончиться. Если она... Просто мне нравится, что она в самом начале пишет, я готова меняться, я готова что-то в себе изменить. Может быть, вот посредством того примера, который вы сейчас приведете, что-то такое, знаете, ну, прям страшное, которое действительно на нее повлияет как-то, позволит ей на себя с другой стороны, возможно, взглянуть. Да, давайте, как это называется, неудача Пуаро. Да, давайте. Около 10 лет назад был у меня неудачный случай, я работал с клиенткой, причем работал для меня совершенно немыслимое время, целый год, обычно дольше двух месяцев я не работаю, потому что мы решаем проблему, а здесь целый год. И вот у этой женщины было удивительно высокое ЧСВ. Она была женственной, она была сексуальной, как женщина она была интересной. Более того, она позволяла за собой и дверцу открыть, и вперед себя пропустить, но вот эта внутренняя позиция, что я лучше всех, и я лучше мужчин, она у нее была настолько четкая, что ее не сломил целый год занятия с психологом и психотерапией. И эта женщина до сих пор остается одна, сейчас ей должно быть уже 40 с небольшим, или 45, то есть она обратилась, когда ей было немного за 30, проблема отдала о себе знать. Ну, что же я немного за 30, а все еще одна. И вот честно сказать, там ЧСВ было, было огромное, и она, по сути, лгала, когда говорила, что я с ним хочу что-нибудь делать. Она получала огромное удовольствие от того, что вот так высоко она о себе думает. Нам не удалось отследить каких-то детских корней, нам не удалось отследить каких-то психотравм, которые у нее были. Мне казалось, что просто ей так нравится. Потому что? Потому что, да. Но тогда нужно дать себе четкий отчет в том, что я имела выбор, мне быть с мужчинами, и при этом свое ЧСВ я как-то должна научиться обуздывать, или я просто наслаждаюсь своим чувством превосходства, и бог с ними, с мужчинами, без них проживу. То есть, здесь все однозначно. Либо ты немного свой пыл поумеришь, либо остаешься одна и наслаждаешься собой. Ну да, потому что я уже объяснил у мужчин, мы рабы этой генетической психологии, что если кто-то сильнее нас, смотрите, мы или стараемся его превозмочь, или мы стараемся убежать. И если это одинаковый с нами человек, например, мы говорим, он равный мне по силе, я с ним могу подружиться. Мужчина может с вами подружиться, но подружиться – это про дружбу, а не про отношения. Вы можете быть прекрасным другом, вы можете быть во френд-зоне у ста прекрасных интересных мужчин, но они дальше френд-зона-то вас не пропускают. Но иногда, Григорий, мне кажется, что все великие отношения и большая любовь, она как раз-таки из дружбы может вырасти. Может, безусловно, может. Но опять, дружба – это на равных. Да, согласен. Я вот как раз-таки хотел сказать про компромиссы. В отношениях очень важно находить какие-то компромиссы, потому что сегодня, например, ты захотела быть первой, открыть сама себе дверь, заплатить сама за себя в ресторане – окей. Но на следующий день позволь своему мужчине, своему молодому человеку заплатить за себя, обговорить этот момент. И вообще просто поговорите, что ты хочешь от этих отношений, что он хочет от этих отношений. А то действительно можно так метать в друг друга ножи и тарелки и так далее, и в итоге ты останешься одна и будешь все время думать, что я же такая крутая. Наверное, еще просто не рожден или не нашел он меня, тот самый единственный, который меня такую прекрасную… Вот этот огромный бриллиант сияющий унесет на своей могучей спине или пальце. Еще не родился мой Филипп Киркоров. Да, возможно, да. Я прям вижу, как она напрягается по этому письму из-за того, что, ну вот у Зинки-то или у Маньки-то, вот у нее-то все хорошо. А скулы не такие у нее. А скулы-то у нее не такие, и ноги не настолько длинные, как у меня. Ну, шутка, опять, да. Ну, добродушные мужские шутки, да. Да, опять же. Но тем не менее, да, но тем не менее. Какая-то, может быть, да, мантра успокаивающая, волшебная пилюля. Расслабиться. Я бы этой девушке посоветовал расслабиться. Вы красивая. Судя по слогу вашего письма, вы умная. Образованная, 100%. Образованная. Скажите, пожалуйста, зачем вам что-то кому-то доказывать? Не пытайтесь ничего никому доказать. Расслабьтесь, потому что мир – достаточно простое место, если мы его не усложняем. Как мы часто психологи говорим, психологические проблемы – это отчасти проблемы, которые сам человек себе придумал. Он как-то вообразил или то, чего нет, или преувеличил то, что есть, или преуменьшил. Поэтому расслабьтесь. Попробуйте исследовать вот эту вот свою женщину. У вас генетическая женственность тоже есть, как в любой женщине. Попробуйте получить удовольствие от того, что... Ну, это же классно быть слабой. Потому что слабая женщина притягивает сильного мужчину. Попробуйте осознать, как это здорово, когда широкое мужское плечо вас защищает. Попробуйте понять, как здорово, когда мужчина приносит вам кофе в постель. Не потому, что вы слабые, сами не можете до кухни дойти и кофе себе сварить. А просто хочет сделать вам приятное. Да, вы ему так нравитесь, что он говорит, слушай, дорогая, вот тебе кофе я сварил, как умел. Выпей, будь счастлив этим утром. Пусть тебе будет хорошо. Действительно, просто расслабься. И знаете, я вот еще в финале хочу добавить. Вот вы говорите о своих подругах, которые на внешность не такие потрясающие, как вы. Но вы, возможно, обратите внимание не на то, какие они, на внешность, а на то, почему все-таки с ними мужчины остаются, то есть на какие-то их качества. Вот почему мужчины с ними дольше в отношениях, чем с вами. Может быть, в этом какой-то секрет? Посмотрите на то, как они себя ведут с мужчинами. Попробуйте скопировать. Что говорят. Да, что говорят, как смотрят. Наверняка у них есть какие-то удачные паттерны, которые вы можете подметить. Ведь вы же интеллектуально развитая девушка. И попробуйте скопировать это поведенческой гибкости. Да, надеюсь, что у вас все получится. И на наши с Григорием банальные мужские шуточки вы не обиделись. И мы вам желаем, конечно, удачи. Да. Нам важно оказать помощь каждому, кто обратился за ней. Поэтому, помимо консультации в рамках подкаста, специалист оказывает бесплатную психологическую помощь в Доме молодежи Тамбовской области. Запись по номеру телефона 8 902 732 07 01. При записи указать наш промокод «Личная история». Новый век. Подкасты.